Здравствуйте уважаемые зрители видеоканала Планета Дзюдо Я Роман Карасев Сегодня я хочу вам рассказать невероятную историю маловероятной дружбы двух спортсменов-дзюдоистов израильского и иранского Итак, начинаем В Токио завершился олимпийский турнир дзюдоистов который продолжался целую неделю и были разыграны медали в 14 весовых категориях в личных соревнованиях у мужчин и женщин а также впервые был проведен командный турнир Но сегодня мой рассказ пойдет не о том, как боролись дзюдоисты из разных стран а о том, как дзюдо может стать мостиком в дружбе и партнерстве между людьми История Малай Саида многим может показаться не особо примечательной но я думаю, она войдет в историю мирового спорта, олимпизма и дзюдо и займет там свое место Малай Саид ворвался в мировую элиту дзюдо в 2017 году когда стал бронзовым призером чемпионата мира в Будапеште и уже окончательно утвердился в 2018 году на чемпионате мира в Баку где он одержал свою первую победу и стал чемпионом мира тогда он выступал за команду Ирана страну, где он родился, вырос и начал занятия дзюдо Иран в своей истории имел много титулованных и известных спортсменов в том числе и в дзюдо Одним из самых титулованных иранских дзюдоистов является Араш Мересмейли двукратный чемпион мира участник двух олимпийских игр а ныне президент федерации дзюдо Ирана но вроде бы ничего не предвещало тому что произошло уже через год в Токио на чемпионате мира 2019 года а произошло то что Малай Саид выступая весовой категории до 81 килограмма и защищая свой титул чемпиона мира был вынужден проиграть позже он заявил что его проигрыш был не случайным и сделан он это потому что руководство федерации дзюдо Ирана запретило одерживать ему победу так как в следующем поединке он бы мог встретиться с израильским дзюдоистом Саги Муки в итоге Малай не смог защитить свой титул хотя имел все шансы для этого в случае победы на токийском татами он смог сравниться бы с достижением Араша Мересмейли по золотым медалям чемпионата мира после этого случая будучи крайне недовольным решением руководства иранской федерации дзюдо Саид попросил убежище у международной федерации дзюдо заявив что не желает больше выступать под флагом Ирана и просит помощи у международной федерации дзюдо в том числе у Мариуса Визера международная федерация дзюдо пошла на беспрецедентный шаг и предоставила Малаю Саиду убежище и как в лучших детективных историях вывезла спортсмена в Германию где он был некоторое время и ожидал решения по его новому месту жительства дальнейший ход с обычай очень сложный но итог всего стало получение Саидом монгольского гражданства и таким образом дало шанс стать участником Олимпийских игр в Токио так и произошло Малай Саид выступил на Олимпийском татами в Токио под монгольским флагом к тому же смог завоевать серебряную награду весовой категории до 81 килограмма это достижение Саида на сегодня является самым большим в его спортивной карьере не только как спортсмена представляющего Монголию, но и как иранца хотя и выступающего за другую страну принесшего первую олимпийскую медаль в историю дзюдо для своей родины безусловно не только монгольские болельщики были рады этому успеху но и многие иранские любители дзюдо сегодня Малай Саид является человеком который смог осуществить свою мечту и несмотря на все преграды которые ему ставили политики ему удалось отстоять свое право на его дзюдо но эта история была бы неполной если не сказать несколько важных слов о израильском спортсмене Саги Муки который в тот роковой для Малая год на чемпионате мира в Токио стал чемпионом мира когда Саги Муки узнал о том что произошло он сразу выразил свою симпатию Саиду и сказал что был бы рад выйти с ним на татами в поединке с этого момента началась дружба между Малай Саидом и Саги Муки которая сегодня уже перерошла в историю невероятную историю маловероятной дружбы рассказывающую о том как дзюдо способно объединить людей Малай за этот период с 2019 года неоднократно посещал Израиль и говорил о том как высоко он ценит поддержку которую ему оказывают израильтяне он посвятил Израилю свою серебряную медаль Олимпийских игр 2020 года в Токио спасибо Израилю за хорошую энергетику эта медаль также посвящена Израилю надеюсь израильтяне довольны этой победой сказал он добавив то да что на иврите означает спасибо в свою очередь Саги Муки также выступавший в Токио в категории до 81 килограмма но не сумевший дойти до финальной стадии турнира сказал я очень рад за Саида я знаю через что он прошел и как сильно он хотел этого он мой очень близкий друг и я так счастлив что ему удалось осуществить свою мечту он заслужил это его путь невероятно вдохновляет это невероятная история маловероятной дружбы между иранским и израильскими спортсменами Малай и Муки сегодня продолжается и станет запечатлена в фильме который готовится совместно с телевизионной израильской компанией Тадмор Энтертеймент и МГМ Алекс Гибни являясь одним из самых известных в мире режиссеров документалистов подписал контракт и будет исполнительным продюсером предстоящего телесериала для МГМ телевизора телевизион и израильской компании Тадмор Энтертеймент который будет основан на истории жизни иранско-монгольского дзюдоиста Саида Мулай и его друга израильского дзюдоиста Саги Муки Этот проект разрабатывается в сотрудничестве с Малай и Муки а также с Международной Федерацией дзюдо возглавляемой Мариусом Визером и будет включать эксклюзивные никогда ранее не опубликовавшиеся кадры из жизни спортсменов В заключение этой истории я хочу добавить что зачастую политики и спортсмены используют спортивные арены для различных не связанных со спортом акций я бы очень хотел чтобы такая тенденция уходила в прошлое давая дорогу бескомпромиссным мирным баталиям служащим залогом мира и всеобщего процветания мир вашему дому вы смотрели видеоканал планета дзюдо с вами был Роман Карасев и это была невероятная история маловероятной дружбы практикуйте и изучайте дзюдо налог пока и held